В прошлой серии Гавр оказался убийцей клыка. После диалога он меня усыпил и спидил мои деньги и мою драгоценную СВД. У Меченого появились некоторые мысли, и он решает навестить некоторых персонажей. К ним я сегодня и отправлюсь. Если вы забыли сюжет или о чем были прошлые серии, то в описании есть плейлист, где все части. Переходите и смотрите. Ну а я по традиции желаю приятного птица всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Давно я стрелка не видел. Ой, глупый голос. Так, а во, что делать, я не помню уже ничего. Уже Музон там на фоне играет, Савбудовский тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Так, собственно, пода болта нам нужно отдать доценту, да. Пронести от каждой твари по части. Ну а Ким как бы свихнулся, это мы уже все давно знаем. Но перед тем, как пойдем в бар, я предлагаю все-таки сгонять в лабу Икс-10. Я встаю в этот помещение за некой секретной дверью по заданию Костяныча. Ну и, собственно, все. Поехали. Вообще без понятия, что меня тут ожидает. Кто-то тут отспавнился за время того, как я отходил на склады. А вы знаете то, что стоит перезайти на локацию в Солянке, начинается лютый трындец. Ля, какое красивое небо. Ну, я хотел сказать закат, но в итоге сказал небо. Какое красивое небо получается. Пойду через лес, наверное. Хотя меня тут, конечно, мутанты сожрут с потрохами. Ну или мутанты сожрут. Блин, а навали сожрут мутантов, я не знаю. Я слышу этот зверинец, я его даже вижу. Ужас. А, круто. И сильный обронник ушатал. Не знаю, вроде не сильно. А вроде и сильно, короче, бинты юзаю. Не трогайте меня, ироды. Что я вам сделал? Могу, конечно, попробовать на дробь переключиться и убить кого-нибудь, но, а может не надо. Да, вы запарили тупые висячие херни. Кто сюда повесил-то, ёпта? Так, а я не понял, а что это трупы ученых тут пропали? Или я что-то не так делаю? Нет, подожди, я пришел верно. А где трупы ученых-то? Ха, ладно. Ах, да, тут же остались военные, которых я не добил. По причине того, что они геи. Ну что ж, ничего не изменилось. Блин, воевать в этом проходе сейчас будет крайне неудобно. Минус два. О, армейская аптечка. Патроны 939 буду собирать потихонечку. Потому что, возможно, все-таки пересяду на вал. А может и не пересяду. Блин, тут довольно удобное местечко, отстреливаться. Сижу в таком углублении чисто. Если чувствую опасность, то приседаю, либо вглубь хожу. Ауч, попали. Та за шо? Бинтов опять нема. Насколько тут этих военных гребаных? Они еще и гранатами кидаются. Твою мать, ныкаюсь, сныкался. Ну и что, где-то я тебя даже не вижу, чмоха, а ты меня видишь. Кто стреляет-то? А, вижу, вижу, вижу. Давай, выходи из-за своего дерева и сдыхай. А-а-а, гейские невидимки. А, у него, по-моему, кстати, аномальный бизон сейчас был. Слушай. О, это мне. Помните, мне же аномальные бизоны нужны по квестам? Где-то еще один. Обходит слива, обошел, проверяй. О, еще один скат. Не, ну мне уже не надо, на самом деле. Так, где? Вот, аномалия бизон. Зашибись. У меня их уже три штуки. Сколько там надо было по квесту? Четыре или пять, говорили, я не помню. Сейчас еще один подберу. Вот, еще один аномалия бизон. Ну, у меня еще в тайнике, по-моему, и валяется. Так, и что? Ау-ей-ей, тихо. Кто еще-то? Я не вижу. Кто стреляет сверху, что ли? А, реально? Ты как туда залез? Так, где ваш невидимый гей? Нет. Остался, видимо, гей. Видимо, видимо, я уже убил. Че сказал? А, нет. Еще один. Естественно, я по нему попасть не могу вообще ни в какую. Наконец-то. А где? Аномалий бизон, вот он. Ну, у меня уже, слушайте, пять бизонов. Я, опять же, не помню, сколько по квесту там надо было некому. Но, если что, у меня есть аномалии бизоны. Так, это что еще за новости я слышу? О-о-о-о. Невидимый дабстеп. Дабстеп невидимого фронта или клуба, я не знаю что. Так, все. Вроде все. Мешать мне больше никто не будет, по крайней мере, тут. Вот внизу, не знаю, сейчас посмотрим. Ну, я уже слышу, там, кровососа впереди. Вот эти вот их всхлипы. Херовый всхлип. Ну, вы поняли. Писали, кстати, то, что тот экзач, который... Ну, как я понял, это экзач. Или тот броник, неважно, короче. То, что предложил Аким собрать по частям и улучшать. А потом еще и заряжать впоследствии. Это, типа, самый топовый комбез в игре. Ну, когда посмотрим. Блин, мне нравится, Тузик прям вообще хорошо справляется. Так, искать нужно в помещении с... Ой, таракан. В помещении с цистернами. Что-то такое было сказано. Ой, это красный кровосос. Твою мать, пацаны. Он же страшный. Тут еще полтергей был и улетел, крысюк. Так, таракан, ты меня не интересуешь. Меня интересует полтергей. Все, давай, до связи. И что, где сосоч? Я хотел с ним повоевать чуть-чуть. Ну, ладно, хер с ним. Не хочет, как хочет. Лично мне по цистерне. Просто отлетают. Так, это не то. Ну, я догадываюсь, какая рума с цистернами подразумевается. Но пока что не уверен. Наверное, та, где, ну, документы валяются. Это, мне кажется, единственная комната, где можно уместить эти гребаные цистерны. А, хотя нет, слушай, нет. Вот это вот что? Ну, хотя это не цистерны. Или цистерны. Ай, хер его знает. Цистерну чая. Создателю этого квеста. Ну, может быть, вот эта вот комната с цистернами и есть. А, кстати, подожди. Блин, я помню, в пути человека тут был какой-то тайник. Либо в следующей комнате, подожди. На всякий случай, проверю это место. Че, почему бы нет? Не, видите, тут ничего нету. Хе-хе. Блин, он почему-то, почему-то запомнился. Тайник хер его знает. Так, ну, сейчас будем искать, че. Че еще делать? Ничего. Ой, бааа. Что это тут такое палец, а? А, это тайничок, видимо, нужный. Да. Гроза. 60 патронов к ней бронебойных. ПДА. ПДА с записями. Найденные в лаборатории Х-10. Доступна часть кода. 2, 9, 7. Понятно. Лунный свет, пудинг и эмбрион кровососа. Обследовать секретную дверь. Так. А какая секретная дверь? Я че-то не до конца понял. Ух, я нет, понял. Так, че за информация-то? Давай посмотрим. Журнал. Рецепты. Нет, не рецепты. А кто? Коды к дверям. А, вот. А, вот за меня все составили. Лола сейчас думал, что придется голову ломать. Обклаву бить, голову ломать, чтобы код составить. Но нет, вот он, код 261-954-7. Окей. Ну, я знаю тут только одну дверь, которую можно открыть при помощи кода. Поэтому сейчас я к ней и схожу. Таракаша, ты меня бесишь. Ты понимаешь это? Нет? Умри, пожалуйста. Ты что с ящиком делаешь, дура? А, подожди. Блин. Я думал... Эээ. Таракан уже мертвый. А я, подожди, я ящиком убил или что? Если в ящике он был живой, когда я взял ящик, он стал мертвым. Не знаю. Я думал в ящике таракана потаскать. Было бы прикольно. Здорово. Да что меня все боятся-то, ё-моё. Я ж добрый. Так, вот она дверка. Ну и давай вводить данный код. 261-954-7. Чё ты прибежал сюда? Иди отсюда. Так, вводим. Готово, дверь открыта. И чё у нас тут? Собственно, рюкзак. В нём сопливый дикобраз, кристальная душа и эмбрион бюрера. Затем какая-то хрень. Сейф. В нём у нас документация. Докладная. Так, подожди. Это мы сейчас прочитаем. Вот это вот чё такое? А, тут у нас патроны бронебойные. Не работает, но давай тогда прочитаем, чё это. Докладная записка. ИСХ номер ЧС-48-97. Руководителю работ Опельману. Испытательная группа ЗХ-80 пропала на полигоне в районе забытого леса. На связь не вышел никто. Схрон с оружием на свалке под кодом названия «труп» не распечатан. Принято решение прообразить рабочий прототип ОРТ и документацию по настройке в закрытую лабораторию X-25 на радаре. Двойная защита лаборатория обеспечит безопасность и сохранность прототипа. Прибор документации, выданный под личную ответственность, командирует тревожные группы. Прапорщику Лысюку. Дальнейшие исследования временно заморожены. Начальник исследовательской группы ЗХ-09. Мэр Михельсон. Понял. Чё теперь? Новое задание. Открыть секретную дверь и обследовать помещение. X-25. Новая лаборатория на радаре. Пацаны, вы когда-нибудь такое видели? А вот в солянке увидите, да. Ладно, выходим тогда из X-10 и погнали X-25 искать. А можно я вот тут протиснусь? Ну, пожалуйста. Очень хочу вот тут протиснуться. Мне лень это всё так обходить. Эх, не получится. Не знаю, что меня на пути сейчас будет ожидать. Но я думаю, все уже догадались, что за дверь, которую мне сейчас нужно будет обследовать. В принципе, думать не надо. Естественно. Подожди, где? Где вход, ёпта? Вот он. Естественно, нужно будет открывать вот эту дверь, как я понял. Так, и какой код там? Ой. А, непонятно, какой код. Подожди. Два, наверное, защита. Бла-бла-бла. И чё? А код какой? Алло. Не понял, прикола. Личные заметки. Сожигательный покончен. Ну, это понятно. Так, может в квесте написано? Давай посмотрим. В тайнике в X10 прототипе не оказалось. Для того, осталась записка с указанием, куда его перевезли. Где-то на радаре. Лаборатория X25. За дверью защитной системы. Мда, мистика какая-то. Ведь территория радара и обследовала хорошо. Чёрту и вояки. На этот раз оставили дела недоделанными. Приделось найти эту лабораторию. Нюхом чую, что она где-то недалеко. В записку, помимо, эта тревожная группа спецназа должна держать ухи востро. В смысле? А код какой? Алло. Открыть секретную дверь. Как это я открою? Пойду в Припять, то скоро. А я пока не пойду в Припять, поэтому не скоро. Вот, как-то так. Так что давайте вспоминать, с кем там хотел встретиться у нас товарищ Мичи. Ну да, с доцентом, естественно. И ещё с кем-то, по-моему. Там же были у меня мысли, помните? Давай чекнем их по-бырому. Пойду к Якуту. Надо не забыть к шахтёру наведаться. Вот, к шахтёрчику ещё, да. Но сначала, конечно же, конёхами в бар. Такс, такс, такс. Что тут у нас? Естественно, мы, как обычно, по традиции. Желаю приятного аппетита всем, кто я спьёт. Нет, не то. А я сбрасываю всё, да. Чё у меня по ПДА-чникам? 54, понятно. Эмбрион и прочее, прочее, прочее. Пока что складываем. Когда я соберу сейчас тело мутантов для Акима, я хер его знаю, на самом деле. Чё-то пока что как-то не хочется этим заниматься. Куча артефактов лишних тоже скидываем. Вообще не помню, откуда они мне взялись. Так, Патрики, да, придётся скинуть. СВДшное было, что СВД у меня мои любимые, суки, стырили. ПДА. Хер его знает, скидывать? Не, ну ПДА-болта точно не скидывать. Так, сладостей слишком много нам не надо. Пивку тоже. Водка. Да, буду с собой носить, чё, пригодится вдруг. Ну и вот, чё тут постоянно этот наёмник делает, я не понимаю. Ну и пойдём, собственно, посмотрим, что нам доцент скажет. Кто у меня тут ещё в баре отмечается? Чё за персонаж, я не понял. А, ты ещё, ну да. А чё у меня с ним, я уж забыл. А, всё, вспомнил. Рыбинович, вот эта вот вся фигня. Здорово, мне нужно к ремонтику, держи. Проходи, да тебя мышка маленькая чуть не вытолкнула, а ты мне эту за сладость пропускаешь. Ку, доцентище. Уродище, ты мне прошлый ПДА угробил. А, нет, это же долговязый. Ку, доцентище. Уродище. Пре, доцент, дело одно к тебе есть. Ты мне как-то уже ПДА ремонтировал, да и улучшать их можешь, что отметки мутантов показывает. То есть руки из нужного места растут. А у меня есть вот ПДА со стёртой информацией. Может, сможешь её восстановить? Да я не яхти какой спец в этом вопросе, но кое-что могу. Разумеется, не за просто так и не быстро. Да не добивай себе цену, говори, чего хочешь. Может, там нужная мне инфа, очень нужная. Но раз так, то давай ПДА, поколдую. Может, и смогу чего-нибудь вытащить. Ты пока занимайся своими делами, я пришлю смс, если чего получится. И да, я давно хочу заиметь колобок. Надеюсь, ты понял о чём я. Понял, не дурак, держи, ПДА. Ой, а я надеюсь, у меня колобок остался. О-о-о, блин, я не знаю. Давайте помолимся, чтобы у меня сейчас в тайнике оказался колобок. Бог, помоги, Бог, помоги, Бог, помоги. А кто солянку создал? Подождите, я не знаю никнейм этого человека. Вот автор солянки, ты кто? Буду ему молиться, чтобы у меня сейчас колобок оказался в тайнике. Смотрим. Колобок. Дикобраз. Тю, это не то. Остальной колобок. Грави. Да, пацаны, видимо, всё печально, потому что у меня нет колобка. У меня же всякие морские ежи и стальные колобки. Ну, ещё алмазные колобки. Кому они нужны вообще? Да, печально, печально. Ничего не скажешь. Я даже не знаю, как колобок выглядит. А может, его как-то сварить могу? Давайте посмотрим. Способы арт-преобразования, кристалл. Вот колобок из холодца. Нихера он варится. Нужен. Морской еж есть. Лунный свет должен быть. Душа должна быть. Ночная звезда есть. Охереть. А чё он такой дорогой-то, ёп твою медь? Души у нас есть. Душа у меня есть одна, да. А, нет, у меня есть колобок. Чё я? Ха-ха, хе-хе. Кик. Всё в порядке, пацаны. Так, ну он же сказал, мне смс-ку кинет. Или я всё-таки сейчас к нему могу идти? Давайте посмотрим, могу ли я сейчас к нему пройти. Блин, мне придётся ещё одну сладость расходовать. А у меня нет сладостей. Да ты падла. Дай пройти. Чмо вонючее. А тебя воняет, ты понимаешь? А давай смотрим, кто сильнее. Ящик или вот этот вот, вот эта чмоха? Так, ну, по-моему, ящик, знаете ли, как-то это, ну, посильнее будет. Потому что я уже нехило так сдвинул этого мужика. Опа. Хе-хе. Ку. Ку. М. Нет. К сожалению. Пока нельзя с ней поговорить, но я тогда посплю прямо у тебя чё. О, у меня какое-то задание обновилось. Чё-чё-чё? Да, цена, стрелок по поводу инфы с ПДА кое-что вытащил. Приходи и про колобок не забудь. Да без Б, без Б, чё-то. Ой, блин. Не шутя, тут спал. Привет. Чем обрадуешь? Тот, кто стирал инфу, хорошо поработал. Но кое-что удалось вытащить. Немного, но всё-таки. Ну, давай, рассказывай. Э, а где подарок? Да принёс я тебе подарок. Принёс, рассказывай. В общем, в ПДА обрывки записи о какой-то заброшенной лаборатории. Называлась она Х8, и вход в неё находится на радаре. Да чё-чё-чё, такая лаборатория на радаре. Проскакивает слова база наёмники. Код в три части. И вот такие цифры. 972. Прости, но это всё. Этого более чем достаточно. Спасибо, ты мне очень помог. Держи свой подарок и до встречи. Понятно. И чё мне это должно дать? Новый путь, радар Х8, Х8 радар. А, я переход получил. И чё? И где? А, вот это. Ёп твою медь. Ну, пацаны, чё? Грех не отправиться в лабу новую. Погнали. Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё тянуть кота за хвост, верно? Ну, можно и не за хвост, можно и за чё-нибудь другое. Ну, чё, я уже слышу какие-то выстрелы. Кто-то есть, кто-то воюет. С кем? Не знаю. Вы кто? Наемники. Понял. А с кем воюем? С монолитом. Понял. Ну, давайте тогда со всеми вами повоюю. Да вы лохи все какие-то. Последний тут остался, да? До связи. Блин, бинтов мало. Но я это уже говорил. Эх, вот бы новый экзач монолита выпал. Это мне. Армейские склады, тайник в трубе. Спасибо. Так, ну что ж, погнали в эту новую лабораторию. Заценим, чё здесь. Мне очень интересно. Чё тут? Чё тут? Ясно. Эм, да, чё-то это... Что? Гавр, стрелок, я знаю, что это ты. А ты упрямый. Нашёл меня всё-таки. Кот от двери тоже нашёл? Может, договоримся? Гавр, собственная персона. Не переживай, дверь я смогу открыть. Я, как ты сказал, упрямый и умею искать. А с такой сволочью, как ты, договоров никаких не будет. Лучше помолись, если умеешь. Ну, так, значит так. Поехали. Угу. Понятно, нашёл Гавра. 25 человек. 25. Какой там код? Кто мне скажет? Блин, а где это? А, вот. Нет, это не то. Где код-то искать, ёптвою медь? Код 3 части, 972. Что 972-то, ёпта? Наверное, я рано сюда пошёл, да? Или чё, я не пойму. Я ничего не понимаю, пацаны. Я слишком тупой. Короче, прогуглил. Я в жизни и нагадался бы. Не, ну, если бы, наверное, читал все записки и все документы, которые я находил там. Допустим, учёного на свалке, да? То, возможно, я бы всё понял. Ну, а так, короче. Сейчас покажу вам, как достать две части кода. То есть, это третья. Где первые две? Сейчас узнаете. Значит, одна из частей кода находится на АТП. Уже интересно, да? То есть, вообще капец. Правда, сейчас нужно будет найти, где конкретно. Я точно не знаю. Но нужно искать электрощиток. Блин, с бандитами вообще сейчас ноль желания воевать. Но, видимо, всё-таки некоторым бандюкам придётся преподать урок. Или они мне, я не знаю. Чё у него такое, что ваншутит? Я не понимаю. Охереть. Просто насквозь, наверное, прошибает, да? Это просто невыносимо. Я, кстати, примерно понял, где щиток. Я просто... Ну, это же карта мультиплеерная. Ну, есть, короче, мультиплеерная версия этого АТП. И, короче, я примерно вспомнил, где щиток. Пока не уверен. Но сейчас попробую найти. Может быть, что-то да получится. Вот здесь я... Да, да, да. Это оно. И теперь нужно, короче, забраться вот сюда. Вот сюда. Нет, не получилось. Ещё раз давай-давай тогда. Оба. И, собственно, где-то вот тут что-то надо залутать. Как я понял. Или нет? А, во. Флешка с частью кода. Видите? Вот у нас вторая часть кода. Первую нужно искать в X10. Поэтому погнали. Вторая и третья часть кода у нас есть. Первую же нужно искать в комнате, где мы видели красного сосыча. Кстати, я его не убил. Поэтому, возможно, он мне сейчас будет мешать. Потому что, что-то он как-то исчез. Странно убежал. И даже не стал меня преследовать. И на обратном пути меня никто не цапнул. Так, короче. Идём вот сюда. И вот этот неприметный щиточек. Это и есть флешка с частью кода. Всё, у нас есть все части кода. Теперь можно возвращаться. И бить морду Гавру. Кода к дверям у нас обновилась. И вот он полный код. 588-139-72. Верно? Вроде верно, подожди. Да. И мы можем открывать дверь. И бить морду Гавру. Но сделаю, я думаю, тоже в следующей серии. Специально оставлю под следующий эпизод, так сказать. А пока, друзья. Большое спасибо всем за просмотр данной серии. Если она вам понравилась. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. Прожимать колокольчик. Если вам нравится мой контент. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на них в описании. Там сейчас идёт розыгрыш ключей. Подробности в закрепе. Ну и ссылка на плейлист. И скачивание мода тоже в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok